Каждый год мошенники придумывают все более изощренные способы обмана. Могут ли они, например, звонить через мессенджеры? Если, например, даже в мессенджере стоит аватарка, как логотип банка. Это один из путей, по которому мошенники связываются с нами. Сейчас и мы, как Банк России, и правоохранительные органы, и операторы мобильной связи занимаются предотвращением нежелательных звонков. Соответственно, там у них есть дополнительные фильтры различные, которые мошенникам мешают позвонить нам и заняться своими черными делами. А в мессенджерах таких фильтров нет. Поэтому это дополнительный инструмент, которым они начали активно пользоваться. Очень частый вопрос. Вообще могут ли позвонить из банка и сообщить, что мошенники пытаются воспользоваться лицевым счетом человека? Вообще могут ли позвонить человеку из банка с таким сообщением? Большая часть мошенничества, которое происходит, оно происходит по такому сценарию, когда якобы работник банка звонит потенциальному потерпевшему и начинает его раскручивать на то, что вот сейчас с вашего счета кто-то пытается украсть деньги и рассказывает, что якобы нужно сделать человеку, чтобы их сохранить. Но при этом банки должны мониторить те операции по картам, которые проходят у всех людей, на предмет выявления нестандартных операций. То есть как раз тех операций, которые похожи на мошеннические. И в том случае, если банк видит, что, ну вот, например, вы только что ходили в магазин, покупали хлебушек, и внезапно происходит попытка совершить транзакцию, ну, например, из другой страны. Соответственно, это очень подозрительная операция. Банк ее блокирует и звонит вам, обычно это робот, и спрашивает, вот такая-то конкретная операция, вы ли ее сейчас производите. При этом очень важно помнить, что в этом звонке с вас не запрашиваются никакие данные ваши личные, то есть никакие коды подтверждений, ни данные карт никто не должен спрашивать. Если вдруг в таком разговоре вы слышите, что у вас просят какие-то коды подтверждения, либо данные вашей карты, то тут же должны вы разговор завершить. Смотрите, я подтверждаю, что это я, а если бы я сказала, что нет, это не я, это не я сейчас провела такую операцию. Дальше какой порядок действий? После этого вы завершаете разговор и самостоятельно должны перезвонить в банк ваш, в котором, собственно, происходит что-то нехорошее, и сообщить уже в контактный центр, что сейчас вот мне предупредили, что происходит какая-то операция, я ее не делала, и уточнить, все ли у вас в порядке. Какие новые схемы сейчас используют кибермошенники, помимо вот мессенджеров, как мы уже сказали, на что людям стоит обратить внимание? Интересная схема не так давно появилась. В различных людных местах мошенники могут размещать QR-коды с информацией о якобы каких-то льготах для определенных лиц, либо каких-то подарках, возмещениях, участии в розыгрыше. Если человек, соответственно, этот QR-код считает, он может попасть, ну, здесь опять мы вернемся к мессенджеру, скорее всего, в какой-то чат, где с ним начнет уже мошенник общаться. А человек будет думать, что он попал в какую-то легитимную организацию, которая действительно ему что-то хочет предоставить. Мошенники постоянно каким-то образом изменяют эти схемы все свои, но идея в основном такая, то есть они выходят на вас, либо начинают вас пугать какими-то вещами, то есть о том, что сейчас кто-то ворует ваши деньги, кто-то сейчас пытается оформить на вас кредит, либо, например, Росфинмониторинг увидел, что у вас подозрительные операции по счетам, наверное, вы пытаетесь финансировать каких-то террористов. Соответственно, они вас запугивают, и вы на эмоциях поддаетесь на дальнейшие их уловки. Есть вообще какой-то простой и надежный способ, чтобы определить, что мне звонит действительно мошенник? Ну, во-первых, если в процессе разговора вы услышите словосочетание наподобие «защищенный счет», «безопасный» или «единый счет», вот тут вы точно сразу знаете, что однозначно вы разговариваете с мошенником, это во-первых. Во-вторых, мошенники пытаются вас вывести из равновесия, как раз напугать, обрадовать чем-то, при этом не дать вам возможности подумать, то есть если это вдруг речь идет о каком-то призе, то это срочно, только сейчас, иначе вы свой шанс упустите. Если пугают, то могут сказать, вот сейчас, если вы нам не поможете, в отношении вас будет заведено уголовное дело какое-то. Ну и, к сожалению, если человек пострадал, перевел деньги мошеннику, то банк ничего не возвращает. В большинстве случаев это действительно так, потому что человек самостоятельно перевел деньги мошенникам, либо отдал, либо передал все реквизиты для того, чтобы мошенники сами могли воспользоваться его картой, либо его системой интернет-банк. Сейчас Банк России выступил с несколькими инициативами для того, чтобы эту нехорошую, так сказать, ситуацию переломить. Одна из этих инициатив – это ввести так называемый период охлаждения. Сейчас законопроект направлен в Госдуму. Там предполагается, что Банк России, у нас есть специальное подразделение, которое занимается сбором информации о тех мошенничествах, которые происходят. И, соответственно, к ним попадает также информация о тех счетах, которые используют мошенники. Эту информацию планируется передавать в кредитные организации, в банки, для того, чтобы они использовали ее для анализа тех операций, которые происходят. И если банк увидит, что в адрес какого-то счета, который есть вот в этой базе, мошеннического счета, переводятся деньги, то банк блокирует этот перевод на двое суток. И если человек не опомнится, то этот срок ему дается для того, чтобы человек мог подумать, понять, что, наверное, он делает что-то не так. Ну и давайте в конце резюмируем. Вот еще раз инструкция звонит. Мне якобы сотрудник банка говорит, что с моего счета пытаются сделать какую-то подозрительную операцию. Наверное, первым делом можно даже просто сбросить и перезвонить на горячую линию банка. Это самый правильный вариант действий. То есть вы берете, трубочку кладете, не общаетесь с этим человеком и перезваниваете в свой банк. Во-первых, сообщаете, что произошло, уточняете, все ли у вас хорошо. Вам, скорее всего, скажут, да, все в порядке. И попросят уточнить вот этот номер телефона, откуда вам звонили. Собственно, для того, чтобы его потом внести в базу, чтобы с него больше не могли никому дозвониться. Ну и, в принципе, разговаривать долго с мошенниками смысла нет, потому что, если вы будете с ними долго разговаривать, даже если вы знаете, что это мошенники, вы можете случайно какую-то информацию им сообщить, которую они смогут использовать позднее. Например, при разговоре, если они дозвонятся до ваших родственников. Поэтому самый правильный вариант – это просто положить трубку, добавить этот номер, возможно, у себя в черный список, чтобы вам снова не перезвонили, и связаться с вашим банком, сообщить о том, что сейчас у вас пытались похитить деньги, но вы молодец, вы не поддались.